Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Откройте со мной, пожалуйста, 77-й Псалом. Я подойду к этой проповеди несколько иначе. Просто я не хочу, чтобы мы растеряли тот свет, те откровения, которые Бог раскрывал в прошлом, и я хочу к ним возвращаться. Несколько месяцев назад Бог проговорил мне, «Я хочу, чтобы ты больше рассказывала истории и свидетельства из твоей жизни и из жизни твоего мужа». Почему Бог хочет, чтобы мы держались за свое свидетельство и рассказывали его другим? Потому что в наших свидетельствах есть ответы для других людей. Свидетельства очень важны. Мы думаем, «Мне нужно услышать слово». Но позвольте вам сказать, «Слово» — это запись свидетельств. Как насчет женщины с кровотечением? Свидетельство о ее исцелении стало Словом Божьим. Бог включил его в Святое Писание, чтобы мы могли увидеть ее свидетельство. Возможно, наши обстоятельства не совпадают в точности с ее ситуацией, но мы можем постичь определенные истины, увидеть шаги, которые необходимо предпринять. И предприняв те же шаги, что она, мы получим те же результаты, что она. Поэтому нам так важно постоянно держаться за свидетельства и повторять их. И повторять не только собственные свидетельства, как насчет свидетельств других людей. Если в них есть откровение и свет, за них нужно держаться. Точно так же, как мы часто рассказываем свидетельства женщины с кровотечением. Когда мы верим в собственное исцеление, когда мы стоим в вере за восполнение наших нужд, мы возвращаемся к ее свидетельству, потому что откровение принадлежит нам, через чью бы жизнь оно ни пришло. И сегодня мы обратимся к некоторым свидетельствам прошлых лет. Я хочу прочитать вам 77-й псалом с 1 по 7 стихи. «Внимай, народ мой, закону моему», то есть его слову. «Преклоните ухо ваше к словам уст моих. Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности». В расширенном переводе слово «притча» раскрывается как то, через что доносятся важные истины. Иисус учил притчами, потому что в них были сокрыты ответы, которые нужно было услышать множеству народа. И псалмопевец говорит, «Открой уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам». Послушайте, отцы наши рассказали нам, слово было записано, потому что кто-то кому-то рассказал. И нам так важно рассказывать тем, кто идет за нами, то, что Бог уже сделал для нас. Четвертый стих. «Не скроем» – что? Эти притчи, эти свидетельства Божьи. «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Итак, Бог говорит, что нам нужно рассказывать о том, что Он уже сделал, о том, что Он сотворил в нашей жизни. О Его ответах нам нужно говорить, потому что кто-то в этих историях услышит то, что Ему поможет. Пятый стих. «Ибо Он постановил свидетельство в Иакове и положил закон в Израиле». Заметьте, Он положил закон. Это не была просто рекомендация, это был закон. Что же Он сделал законом? Он заповедал отцам нашим возвещать их, детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, чтобы они могли возлагать надежду свою на Бога и не забывать дела Божьи, но хранить заповеди Его. Обратите внимание, Бог установил закон, что дела, достойные хвалы, которые Бог уже совершил в вашей жизни, нужно передавать кому-то дальше, потому что тогда, как сказано в седьмом стихе, они смогут свою надежду возложить на Бога. Это повлияет на их веру, это повлияет на то, во что они верят. Именно это Бог сказал мне. Я хочу, чтобы ты больше делилась историями и свидетельствами из твоей жизни и жизни твоего мужа, но не только ими, а и свидетельствами всех, кого Бог сильно использовал в нашей жизни. Я рассказываю истории и свидетельства Папы Хегена, потому что он был нашим духовным отцом. Доктор Лестер Саммерл был нашим пастором, и мы рассказываем его свидетельства. Мы не забываем их истории, потому что откровения принадлежат всем. И хотя их уже нет с нами, в их откровениях все еще заключены ответы для нас. Кто-то скажет, но этих людей уже нет с нами. Ну и женщины с кровотечением тоже. А мы все еще возвращаемся к тому, что она получила. Всех героев слова, о которых мы говорим, Павла, Моисея и других, тоже нет с нами. Но мы все еще нуждаемся в откровениях, в свете, который пришел через их жизнь. Поэтому я призываю вас, вспоминайте и повторяйте снова и снова свидетельства о том, что Бог сделал вашей семье, в предыдущих поколениях. Может, у кого-то из вас есть замечательное духовное наследие. Дедушки, бабушки, мамы, тети, дяди, через которых Бог сильно двигался. Вам нужно держаться за их свидетельства, потому что они послужат для вас якорем, когда вы столкнетесь с противостоянием. Поэтому я обязательно буду делиться свидетельствами, чтобы они всегда были перед вами. Найдите в них свой ответ. Нет, я не просто заново проживаю воспоминания. Я создаю условия для получения вами откровений. Бог сказал мне кое-что пару лет назад. То, о чем ты постоянно рассказываешь, я делаю снова. То, о чем мы будем говорить, Он будет делать снова. Я помню, где-то за год до того, как мой муж ушел домой Господу, Бог проговорил ему, «Тебе нужно больше рассказывать о том, как я оплатил твое здание, потому что если ты будешь больше об этом говорить, я совершу больше таких дел. И хотя мой муж ушел домой Господу, я все еще говорю об этом, потому что я хочу, чтобы Бог продолжал совершать такое». Это соответствует тому, что мы прочитали в 77-м псалме. Почему Бог хочет, чтобы мы рассказывали о Его делах не только окружающим нас людям, но детям и будущим детям, грядущим поколениям, потому что Бог сделает это снова. Он будет действовать и двигаться в их жизни. Может, не точно так же, но они все равно получат необходимую помощь и ответы. Я часто перечитываю многие книги Кеннета Хэггена, поскольку, как я уже говорила, он был нашим духовным отцом. И хотя его нет с нами, откровения, которые он принес, все еще живы, все еще действуют и двигаются через эти материалы. Я постоянно к ним возвращаюсь, и некоторые из них особенно привлекли мое внимание. И сегодня на этом служении я уделю время тому, чтобы прочитать главу из книги «Я верю в видение». В определенный период жизни Папы Хэггена Иисус являлся ему, если я не ошибаюсь, восемь раз за семь лет и разговаривал с ним. И Папа Хэгген записал эти переживания в своей книге «Я верю в видение». Пятая глава этой книги называется «Я пришел, чтобы ответить на твою молитву». Я прочитаю ее, а потом какое-то время буду учить на эту тему, потому что в этом свидетельстве содержатся ответы для нас. Папа Хэгген пишет «Однажды вечером к концу собрания на присутствующих снизошел дух молитвы. И мы все собрались вокруг алтаря на молитву. Мы молились довольно долго. Через какое-то время я встал с колен и сел на ступеньки, ведущие с платформы. Я сидел с открытыми глазами и пел на иных языках, как дух давал мне провещевать. Когда вдруг впереди, примерно в метре от себя, я увидел Иисуса. Он сказал, «Я пришел, чтобы ответить на Твою молитву». Я точно знал, о чем говорит Господь. В течение определенного времени я молился за жену, у которой был зоб. Он становился все больше и больше, и теперь она иногда начинала задыхаться. С первого же года нашей семейной жизни у меня в духе было ощущение, что моя жена умрет рано. Видите ли, когда он говорит о том, что он ощущал это, не подумайте, что Бог приговорил ее к ранней смерти. Его дух улавливал что-то в духовном мире. И автором этого не был Бог. Он распознал, что против ее жизни был умысел, чтобы она умерла рано. Вот что он ощущал, а не что Бог приговорил ее к преждевременной смерти. Он говорит, «У меня в духе было ощущение, что моя жена умрет рано, и я думал, что, может быть, это время наступает. Однажды я всю ночь молился об этом и сказал Господу, «Я повиновался Тебе и исполнил Твою волю. Я оставил церковь и семью, и в течение многих лет служил странствующим евангелистом. Моя жена оставалась дома и верно воспитывала наших детей. Я все еще молод, тогда мне было за 30, и мы женаты уже много лет. Пожалуйста, оставь мне мою жену». Вы понимаете, что он не говорит, что Бог собирался забрать ее у него. Он говорит, «Помоги мне высвободить свою веру, научи меня, что мне делать, чтобы сотрудничать с тобой, чтобы жизнь моей жены была сохранена». Итак, он рассказывает о том, как он молился, и что, когда Иисус явился, он понимал, что Иисус имел в виду то, о чем он ему молился. В том видении Господь сказал мне, «Я пришел, чтобы ответить на твою молитву. Скажи своей жене, чтобы пошла на операцию, и тогда она будет жить и не умрет». Хотя я не говорил об этом своей жене, я все время думал, что если она согласится на операцию, она умрет. Позже она сказала, что в течение нескольких лет она была уверена, что в случае, если ее зоб будут оперировать, она обречена на смерть. Но Господь сказал мне, «Она будет жить и не умрет». В соответствии с естественным ходом событий, без Божьего вмешательства она бы умерла. Но я услышал твои молитвы и пришел ответить на них. Она будет жить. Затем Иисус сказал мне нечто, от чего я просто растаял. Я никогда не забуду этих слов. Он сказал, «Я сделал это, Сын, просто потому, что ты просил меня об этом. Ты не представляешь, как сильно я жажду сделать что-нибудь для моих детей, если бы только они просили меня и верили мне». Очень часто они умоляют, плачут и молятся, но они не верят. А я не могу ответить на их молитвы, если у них нет веры, потому что я не могу нарушить свое слово. Но как часто я жажду им помочь, если бы только они позволили мне, поверив мне на слово, принеся ко мне свои проблемы и доверяя мне в том, что я их разрешу. И он снова сказал, «Скажи своей жене, чтобы согласилась на операцию. Она будет жить и не умрет». С этими словами он исчез. И хотя врачей сильно тревожило состояние моей жены, мы с женой искренне радовались, потому что знали исход операции заранее. Какое замечательное свидетельство! Разве можно такое забывать? Столько уроков можно извлечь из этого опыта Папы Хейгена. Я хочу уделить время тому, чтобы разобрать эту историю, потому что я хочу, чтобы мы лучше поняли то, что он рассказывает. Я выделю несколько пунктов, и я заново зачитаю один абзац. Я укажу и на другие моменты, но этот абзац особенно привлек мое внимание, и я хочу, чтобы мы задержались на нем на какое-то время. Иисус сказал, «Я сделал это, Сын, просто потому, что Ты просил меня об этом. Ты не представляешь, как сильно я жажду сделать что-нибудь для моих детей, если бы только они просили меня и верили мне». Очень часто они умоляют, плачут, и молятся, но они не верят. А я не могу ответить на их молитвы, если у них нет веры, потому что я не могу нарушить свое слово. Но как часто я жажду им помочь, если бы только они позволили мне, поверив мне на слово, принеся ко мне свои проблемы и доверяя мне в том, что я их разрешу. Вернемся к нескольким фразам, которые он сказал. Иисус сказал, «Я жажду сделать что-нибудь для моих детей, если бы только они просили меня и верили мне». Знаете, он жаждет сделать что-то для нас. Он глубоко заинтересован в нас. Он хочет, чтобы каждая ваша нужда была восполнена. Знаете, иногда мы как бы измеряем свои нужды, какие-то называем более важными, чем другие. Но знаете, что я заметила насчет Бога? Даже к тому, что мы называем наименее важным, он все равно проявляет неподдельный интерес. Я хочу, чтобы вы знали, его интересуют не только большие вещи в вашей жизни, но абсолютно каждая грань вашей жизни. Взять, к примеру, когда мои дети были маленькими. Мне не пересказать, сколько раз, когда они чего-то хотели, Бог делал это для них, потому что Он слышал просьбу ребенка. Вам не нужно быть взрослым налогоплательщиком с водительскими правами и домом, разваливающимся на кусочки, чтобы Бог наконец обратил на вас внимание. Он жаждет делать для вас и большое, и малое, потому что Он жаждет помочь вам не только в какой-то одной грани вашей жизни, но в каждой сфере вашей жизни, большой и малой. Размышляйте над этим и осознайте, если что-то касается меня, Бог в этом заинтересован. Это невероятно важно понять. Если что-то касается вас, Иисус заинтересован в этом. Не исключайте Его из какой-то сферы вашей жизни, просто потому что считаете, что это не стоит Его внимания. Он замечает и большое, и малое, и Он хочет отвечать и помогать вам абсолютно в каждой сфере. Я обожаю фразу, которую Он сказал Папе Хейгену. Я жажду сделать что-нибудь для моих детей. Заметьте, если бы только они просили меня и верили мне. Обратите внимание, Он не действует просто от того, что у нас нужда. Нам нужно попросить. Слово говорит, что Бог знает, в чем мы нуждаемся, прежде чем мы попросим. Но заметьте, хотя Он и знает, в чем мы нуждаемся, Он не начнет действовать, пока мы Его не попросим, потому что Он никогда не вторгается ни в чью жизнь без приглашения. Он никогда не будет двигаться для вас без вашего разрешения. Он знает, в чем вы нуждаетесь, но это знание не значит, что Он получил ваше разрешение помочь вам. Бог знает нужды каждого неспасенного человека в мире, но Он не может навязать им спасение. Конечно, Он сделал его доступным для них, оно доступно для каждого, но Он не навязывает его, хотя это величайшая нужда каждого человека. У вас может быть потому, что люди сидят и думают, но Он знает, что я в этом нуждаюсь, Он просто даст мне ответ. Этого не будет, если вы не попросите. Что говорит Иаков? Он говорит, не имеем, потому что не просим. Обратите внимание, просто наличие у вас нужды не дает Богу разрешения. Не поймите меня неправильно, Он жаждет восполнить эту нужду, но у Него нет вашего разрешения, пока вы не попросите его. Прошение – один из способов высвободить свою веру в его способность восполнить вашу нужду. Итак, Иисус сказал папе Хейгену, «Я жажду сделать что-нибудь для моих детей, если бы только они просили меня и верили мне». Послушайте, у нас не просто должна быть нужда, у нас также должна быть вера. Нужды есть у нужно иметь веру, потому что Иисус не отвечает на нужды, Он отвечает на веру, и людям так важно это понять. Религиозное мышление сидит и говорит, «Ну, у меня есть нужда, значит, Он ответит мне». Он не отвечает на нужды, Он отвечает на веру. Именно это Он сказал папе Хейгену, «Я жажду сделать что-нибудь для моих детей, если бы только они просили и верили». Я хочу напомнить вам, что сказано в Марка 11, 24. Иисус говорит, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте. Когда что-то просите, верьте. В молитве мы просим что-то». Итак, Он говорит, «Когда молитесь, верьте». То есть библейская молитва всегда связана с верой. Если молитва не связана с верой, это не библейская молитва, это просто эмоциональная молитва, это просто человеческая молитва. Но библейская молитва всегда связана с верой. И Иисус это снова подчеркнул, когда явился папе Хегену. Он сказал, «Я жажду сделать что-нибудь для моих детей, если бы только они просили меня и верили». И об этом нам сказано в Марка 11-24. Обратите внимание, папа Хеген нуждался в исцелении жены, но если бы он не высвободил веру, она бы никогда не исцелилась просто от того, что у нее была эта нужда. У вас может быть нужда, но без высвобождения веры она не будет восполнена. Иисус сказал папе Хегену, «Я жажду сделать что-нибудь для моих детей, если бы только они просили и верили». Но обратите внимание на следующую фразу, которую он сказал. Очень часто они умоляют, плачут и молятся. Поймите, молитва это духовный акт, но если в ней нет веры, это не библейский акт. Библейская молитва связана с верой. Здесь Иисус порицает то поведение, которое не приводит к его помощи, потому что он не может оказать помощь людям, которые просто умоляют, плачут и молятся. Они молятся, но они умоляют, они верят, они плачут. О чем он говорит? Они находятся на арене эмоций. У вас могут быть очень сильные чувства по какому-то поводу, но то, что вы плачете, еще не значит, что он вас услышал. Вам нужна вера. То, что вы плачете, не значит, что он будет двигаться для вас. Он сказал папе Хейгену, я не могу нарушить свое слово. Что говорит слово? Молясь, верьте. Вам нужно верить. Почему? Потому что плач не является верой. Я видела это в служении моего мужа. Я вижу это в собственном служении, когда я служу на выезде. Иногда приходят люди, которые не научены слову. Кто-то научен и знает, как выйти и получить свой ответ, когда приглашают вперед на молитву исцеления. Другие же не знают. Возможно, они впервые пришли на служение, и они выходят на молитву и плачут. Но видно, что это исходит не из веры, и не из ожидания, это исходит из отчаяния. Они настолько если я вижу людей, которые так плачут, я вынуждена их остановить, потому что помазание не может войти. Мне нужно привести их к вере, потому что через веру помазание может войти в их нужду. Но если они плачут, они находятся в отчаянии, и видно, что они на эмоциональном надрыве. Возможно, они плачут из-за плохого диагноза. Я не отношусь к этому легкомысленно, но я знаю, что Иисус сказал, они умоляют, плачут и молятся, но я не могу им помочь. Видите, дело не в мольбе, не в плаче, а в вере. И я не говорю, что каждый, кто плачет, находится в неверии. Я говорю, что если вы не будете внимательны, вы можете оказаться на эмоциональной арене, на умственной арене, Иисус показал, что именно это нужно исправить. Верьте, что сила Божья начинает действовать для вас в ту же секунду, как вы помолились. Именно это он имеет в виду в Марка 11, 24. Все, чего не будете просить в молитве, верьте. Во что верить? Как только я высвободил веру, сила начала двигаться для меня. Вам не нужно верить, что ответ уже проявился. Вам что проявилось то, что еще не проявилось. Но он говорит, что вам нужно верить, что сила работает над вашей нуждой. Если ваша вера будет постоянно включена, проявление не придется долго ждать. Ответ проявится в физическом мире. Вы верите в духовном мире и берете ответ рукой веры. Вы в это верите, что все совершилось в духовном мире. Когда вы высвобождаете веру, вы совершенно Божье дает мне уверенность. Хотя ответ еще не проявился, вы все равно можете верить, что сила действует прямо сейчас. Она действует для меня. Она работает над нужными мне финансами. Она работает над моими детьми, которые отошли от Бога. Она работает в моем теле, у меня дома. Как только вы помолились, в ту же секунду, как вы высвободили свою веру, вам может быть и не ощутимой. Если вы не чувствуете силу, вам не нужно дожидаться, пока вы ее почувствуете, прежде чем поверить, что она работает. Вера верит, что сила Божья работает, даже когда вы ничего не чувствуете. Вот о чем по сути говорил Иисус. Люди умоляют и плачут, потому что они ничего не чувствуют, а значит ничего не происходит. Вам нужно верить, чувствуете ли вы что-то или нет, что сила работает в ту же секунду, как вы высвободили веру. Не знаю, как вас, но меня это обнадеживает, что мне не нужно дожидаться, пока я что-то почувствую, прежде чем поверить, что сила Божья действует для меня. Иисус также сказал следующее папе Хегену во нам не нужно заслуживать его помощь. Мы получаем его помощь, попросив. Она доступна для просящих. Мы не зарабатываем его помощь. И многие люди упускают его помощь именно потому, что думают, что им нужно что-то заслужить от Бога. Помощь доступна просящим, а не заслуживающим. Нам не нужно умолять и плакать. И как Иаков говорит, не имеем, потому что не просим. Далее Иисус сказал папе Хегену, как часто я жажду им помочь, если бы только они позволили мне. А, они не понимают, что умолять, плакать, быть в эмоциях не значит позволить ему помочь им. Он сказал, я жажду им помочь, если бы только они позволили мне. Затем он говорит, как позволить ему помочь нам. Если бы только они позволили мне, поверив мне на слово, принеся ко мне свои проблемы, это значит не волноваться о них. Если вы приносите ему свои проблемы, вы говорите ему, что у вас на сердце, вы говорите ему, с чем вы столкнулись, и вы говорите, отец, я благодарю тебя, что ты берешь это на себя. Спасибо Иисус, что берешь это на себя. Я не забирать проблемы назад. Если вы начинаете волноваться, вы забираете их обратно из его рук. Итак, мы позволяем ему помочь нам, поверив ему на слово. Папа Хеггин, когда возникала большая проблема, и люди подходили к нему и говорили, что нам теперь делать, что же нам теперь делать, говорил, мы просто будем вести себя так, словно слово истина. Что он имел ввиду? Мы поверим Богу на слово. Мы будем верить, что все так, как Бог сказал. Мы поверим ему на слово. Давайте позволим Иисусу помочь нам. Он хочет и жаждет помочь вам, в какой бы вы ни были ситуации, но ему нужно ваше содействие. Он не может ничего сделать для нас без нашей веры. А вера это просто дать ему разрешение действовать. не знаю как вас, но меня это восторгает. Он жаждет мне помочь. Аминь. Примите его помощь, высвободив свою веру в это. Аминь. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.